Здравствуйте! Сегодня в программе наши тесты три кроссовера. Ford Kuga, Jeep Liberty и Volkswagen Tiguan. Такие автомобили чаще всего можно увидеть в городе и на асфальтовых дорогах. Сегодня мы подготовим для них очень интересное испытание, но об этом чуть позже. А сейчас посмотрим на автомобили внимательно. Volkswagen Tiguan. Этот автомобиль без устали смотрит на нас с рекламных щитов и экранов телевизоров. В жизни машина действительно симпатичная. Экстерьер выполнен в духе последних моделей Volkswagen. Решетка радиатора, фары, общие линии. Все выдает в этом автомобиле такой стремительный небольшой кроссовер. Под капотом бензиновый силовой агрегат объемом 2 литра. С непосредственным впрыском топлива. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передачи. Очень странно, что Volkswagen не поставили на этот автомобиль свою фирменную DSG. Но, честно говоря, и автомата для этого автомобиля более чем достаточно. Автомобиль довольно стильно смотрится снаружи. У него под капотом неплохой силовой агрегат. Что же ждет нас внутри? Как я и предполагал, салон этого автомобиля сдержанный точно так же, как и его внешность. Передняя панель очень сильно напоминает панель от Volkswagen Golf. В общем-то, практически у него она и позаимствована. Те же приборы, та же синяя подсветка. Единственное исключение – это двойные окна вентиляции обдува. И, в общем-то, естественно, все немножечко побольше. Так, наше короткое знакомство с Volkswagen Tiguan мы закончили. Переходим к следующему автомобилю. Ford Kuga. Этот белоснежный красавец задает тон своим экстерьером всем остальным моделям концерна. Посмотрите сами. Решетка радиатора, агрессивные фары, рубленные грани капота. Все это даже интереснее, чем Ford Mondeo. Можно сказать, что это самая спортивная модель компании на сегодняшний день. Но спортивная внешность – ничто без хорошего силового агрегата. Что же под капотом у Ford Kuga? Как всегда, алгоритм открытия капота у Ford несколько странный. Потому что из вот этого вот ключа электронного, который, в принципе, не нужен для того, чтобы заводить автомобиль в салоне автомобиля, кнопка старт-стоп, нужно достать его металлическую составляющую, и отогнув вот этот вот шильдик, повернуть сначала влево, а затем вправо, и после этого поднять капот. Под капотом двухлитовый турбодизель, причем этот силовой агрегат работает вместе с механической коробкой передач. Других автомобилей пока в Россию не поставляют. И все-таки алгоритм открывания капота у этого автомобиля не самый, скажем так, удобный для наших условий. Что же внутри Ford Kuga? Интерьер этого автомобиля тоже напоминает другие модели компании. Но здесь все сделано со вкусом, очень интересно подано. При этом не сильно замечается, похоже, скажем, на детали интерьера Ford Focus. Очень интересное подсветовое решение черного пластика и вот этих серебристых панелек. Очень спортивно, скажем так. Скоро мы проверим, как этот автомобиль покажет себя в деле, а теперь последний участник нашего теста. На фоне своих европейских конкурентов и одноклассников Jeep Liberty смотрится эдаким кирпичом. Самое интересное, что дизайн этого автомобиля, в общем-то, повторяет легендарный Willis и Wranglin. И это уже хорошо. На фоне брутальной внешности этого автомобиля под капотом нас ждет, в общем-то, скромный по американским меркам силовой агрегат. Бензиновый двигатель объемом 2,4 литра, причем в паре с ним работает бесступенчатый вариатор. Очень интересно, насколько оформление интерьера увязывается с общим дизайном этого автомобиля. Внутри у этого автомобиля все так же брутально, как и снаружи. Большая центральная консоль выступает из общей линии торпеда. Все такое крупное, все кнопочки, крутилочки. Причем некоторые элементы тоже повторяют, конечно же, другие модели этой компании. Но, в общем-то, все удобно и все на очень высоком уровне. Блит, знакомство с Jeep Liberty, Volkswagen Tiguan и Ford Kuga можно считать законченным. Эти автомобили очень похожи, как по своим размерам, так и по техническим характеристикам. Очень близки они и по цене. Но сейчас мы переходим к самой интересной части нашего теста. Так, автомобили на исходной позиции. Это кольцевая кроссовая трасса. Сейчас с осечкой времени на каждом автомобиле я проеду по кругу. Соответственно, потом мы установим, кто же победитель. А заодно проверим, какой из этих автомобилей лучше всего приспособлен для езды по бездорожью. Задача не из легких. Вчера весь день шел дождь, поэтому трасса раскисшая глина. Очень надеюсь, что не придется идти за трактором. Стоило въехать в первую приличную лужу, как вся грязь тут же вылетела на лобовое стекло. Все бы ничего, есть щетки, но, к сожалению, закончилась вода. Вот как всегда. Все всегда происходит неудачно. Тем не менее, щетки прогрызли какую-то часть грязи из стекла. Более-менее чистое. В принципе, видно, куда двигаться. Конечно, ни о каком спортивном результате или быстром прохождении этой трассы речи быть не может. Здесь главное не оставить машину в этих бураках, чтобы не двигаться потом в сторону ближайшего трактора. А, как известно, чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Это такой же постулат, вошедший в историю. Удивительно, я ожидал худшего результата, несмотря на то, что машина обута в гражданскую дорожную резину. Она уверенно сопротивляется этой трассе, вгрызается остатками протектора в грязь и пытается все-таки удержаться на заданной траектории. Так что, повторюсь еще раз, здесь уже работа не на результат по времени, а на безболезненное прохождение трассы. Тем не менее, даже с такой ездой можно поставить своеобразный рекорд круга. Сейчас узнаем, сколько времени заняло прохождение трассы на джипе Либерти. Ну что же, все в рамках разумного. Конечно, ни о каком мега-прохождении этой трассы быстрым речи быть не может. Автомобиль пытается зацепиться всеми деталями, какими только возможны. И все же, Слав, сколько получилось времени? Три минуты пятьдесят секунд. Три минуты пятьдесят секунд. Это время мы возьмем для отчета для автомобилей-конкурентов на сегодняшний тест. На стартовой позиции Форд Куга. Честно говоря, жалко этого белоснежного красавца засовывать в самую грязь. Но эксперимент есть эксперимент. У нас есть время, три минуты пятьдесят секунд, которое показал Либерти. Но у Форда Куга дизельный двигатель и механическая коробка передач. Поможет ли ему это? Давай! Не так страшен черт, как его молюют. Казалось бы, Джип Либерти, исторические корни, настоящие полноприводные автомобили. Там дедушки, бабушки, прабабушки этого автомобиля. А нет, Куга такой модный, стильный парень со спортивным интерьером, со спортивными креслами и небольшим спортивным рулем. Он, казалось бы, должен, наверное, ездить только по асфальту, а бездорожье уж никак не подходит этому автомобилю. А вот неправда. Куга с удовольствием ползет по бездорожью. Причем, по ощущениям, этот автомобиль обладает большим клиренсом, чем Либерти. Поэтому те же самые преграды для него даются не так тяжело. Куга не цепляет пузом практически в нескольких местах на трассе. Да, Либерти практически садился. И нужно было практически, опять же таки, в раскачку или там в натяг, обскребая днище, двигаться по этой трассе. Куга почти не садясь на все эти неровности и выбоины, довольно-таки играючи, справляется с этим тяжелым, в общем-то, бездорожьем. То есть бездорожье действительно можно назвать тяжелым, потому что такое зачастую не позволяет себе и владельцы серьезных полноприводных автомобилей. Вот это затычное место на трассе, на котором очень хочется все-таки не сесть в колею, а проехать рядом с ней. И оп, отлично, Куга с ним справляется. Без труда преодолевает вот этот вот неровный участок. Здесь все-таки приходится идти ближе к траве, не сильно залезая в эти глубокие грязные лужи, потому что очень велика вероятность оттуда не выбраться. И горка, раскисший грунт. Ух ты, и здесь здорово! Действительно здорово! Не ожидаешь от этой машины такого поведения на бездорожье. Причем подвеска отлично справляется. Она довольно плотная, поэтому автомобиль не сильно раскачивается на неровностях, что позволяет, опять же-таки, поберечь днище. Что удивительно, но Форд Куга действительно оказался интересней своего конкурента джипа Либерти на бездорожье. Он все-таки чуть-чуть выше, и механическая коробка все-таки удобнее для бездорожья. Сколько время? Быстрее. 2.56. Быстрее. 2.56. Практически минута. Хотя обе машины шли на пределе своих возможностей. Ну что же, очередь третьего участника теста – Volkswagen Tiguan. Последний участник теста – Volkswagen Tiguan. Форд Куга задал очень высокую планку. Отличное время прохождения трассы. У Volkswagen довольно-таки тяговитый бензиновый мотор двухлитровый, но коробка – автомат. Будем проверять. Volkswagen Tiguan. Первое впечатление мотора двухлитрового вполне достаточно для этих экспериментов. Единственный минус, что коробка передач, я перешел в ручное управление автоматической коробкой передач, как только двигатель достигает 6000 оборотов в минуту, а коробка передач самостоятельно перекидывает с первой на вторую. И это не очень удобно, потому что таким образом машина, а, стимулирует быстрее разгоняться, б, не всегда понятно, на какой передаче едет машина, хотя очень часто в этих тяжелых условиях нужно, чтобы она ехала именно на первой передаче, но на высоких оборотах. Что касается ходовых возможностей этого автомобиля, то, наверное, чуть-чуть хуже, чем Kuga. И, сложно сказать, лучше или нет, чем Liberty, приблизительно на том же уровне, как по клиренсу, так и по возможности передвигаться по раскисшей колее. Первым делом хочется понять, какое же все-таки время потратил на прохождение трассы Тигуан. 2,59. Вот оно. Практически то же самое время, что и у Ford Kuga. Но с каким же трудом далось это время Volkswagen? В отличие от Kuga, он скреб днищем практически на всех участках этой трассы. В общем-то, как и Liberty. Замечу, что время, которое показали эти автомобили на этой импровизированной трассе, не самое главное. Главное, что они справились с этой задачей, потому что бездорожье действительно можно назвать тяжелым. И для этого бездорожья машина не приспособлена. То, что все три автомобиля с честью справились с этой ситуацией, это огромный-огромный плюс. Что же касается ходовых характеристик, то здесь на первое место я все-таки поставлю Kuga. Управлять ей проще и интереснее. Volkswagen Tiguan и Jeep Liberty, в общем-то, находятся на одной позиции и идут ноздря в ноздрю. КОНЕЦ КОНЕЦ